Сегодня очень интересный сервис. Комбайн по генерации изображений под названием Art Breeder. Действительно интересный, может я конечно сильно отстал в области генерации изображений и что-то подобное уже есть, но для меня это стало открытием. Art Breeder это нейросеть, генерирующая изображение с очень тонкой настройкой результата. Все эти бегунки это отдельные параметры и в целом изображение на них действительно очень отзывчиво реагирует. Если бы мне кто-то показал это когда выходили первые версии Миджони, я бы не поверил. При этом сайт проекта выглядит настолько ужасно, что я его открыл, полистал и закрыл. Типа ничего путного ребята с таким сайтом сделать не могли. Потом открыл, погонял и обалдел. Причем уже на главный есть намек на то, что будет внутри, но тоже какой-то невразумительный. Один из редких примеров, когда обложка не соответствует содержанию. Собственно сам Art Breeder. Это четыре сервиса, каждый выполняет свои специфические задачи, где-то можно работать без регистрации, но недолго, поэтому лучше сразу регистрируйтесь. Сервис условно платный, но с таким странным ценообразованием, что я бы сказал, что он бесплатный. Однако обо всем по порядку. Вот четыре сервиса. Про каждый нужно делать отдельный скринкаст, а то и два. Сегодня расскажу про Сплайса. Вроде как разработчики его выделили и поставили по центру, ну так визуально он выделяется. Я бы сказал, что он у них самый крутой. New Image. Пока ничего интересного, ну четыре фотографии сгенерировал. Ну нормально сгенерировал. Какие-то можно выбрать, пока непонятно зачем. Он на их месте сгенерирует новое, причем генерирует, видите, без всякого промпта, просто функция случайных величин. Можно перегенерировать все четыре изображения, можно генерировать изображение по одному. Давайте оставим вот это. Оно засвечено немного, потом это проявится на разных настройках и глаза разные, ну ладно. Собственно вот, пол мужской, слишком мужской. Вообще он не генерирует заново, он обрабатывает именно исходное изображение, то есть сейчас мы делаем мужчину и женщину. И ему приходится явно нелегко. Уводить гендер в минус в принципе бессмысленно, сделать из женщину еще более женщину у него не получится. Но изменения все равно есть. С возрастом ему проще. Это моложе, это старше. И собственно засвеченная область в исходнике дает такие артефакты. Я говорил, что со временем она себя проявит. Хаос это хаос. Дать нейросети больше воли или меньше воли. Хаос на минус дает всегда одно изображение. Вот такое. Знакомой актрисы не могу вспомнить кто, но точно знаю, что одна из любимых. По-моему она играла в необратимости у Ноэ. Фильм не советую, хотя отношусь к нему с большим уважением. Ну в общем хаос он и есть хаос, вещь полезная. Не менее полезная вещь – арт. Больше арта – меньше реализма. Меньше арта – больше реализма. Тут исходник не очень, покажу потом на хорошем примере. Но вообще это тоже не простая задача добиться от Stable Diffusion, например, 100% реалистичной фотографии. Все равно какая-то художественность обычно присутствует. Но вот здесь арт работает идеально. Правда, если хороший исходник. Ну и далее. Можно как раз засвет этот убрать. Нельзя. Все равно остается. Настроек тут огромное количество. И как я уже говорил, нейросеть на них реагирует очень и очень отзывчиво. Ну то есть практически фотошоп, что сказал, то и сделала. А ведь это нейросеть. У нее там вообще непонятно, что происходит в голове. Или где там у них это происходит. Ну в общем тут исходник был не очень, поэтому на эмоциях дают артефакты. Хорошие исходники в принципе вполне неплохо, умеют улыбаться, злиться и так далее. Все, что скажешь, то и делают. Давайте я возьму сейчас вот это изображение и просто молча покручу бегунки. Ну вот, когда добились того, что нужно, изображение забираем и говорим Download. Но изображение он не скачает сразу. А вот где его потом можно забрать, что еще можно делать в Сплайса и сколько это все примерно стоит. Спойлер, сущие копейки. Я расскажу в следующем видео. Поскольку даже информация про Сплайса в одно видео категорически отказывается влезать. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий.